Светодиодное табло на остановке – один из ориентиров сегодня для пассажиров в большом потоке общественного транспорта. Смысловое световыделение указывает на номер маршрута, показывает время текущее и время до прибытия следующего автобуса. И такие вот светодиодные помощники разрабатывают и собирают у нас здесь, в Ярославле. А начинается работа в конструкторском бюро. Здесь воплощаются в жизнь наши все идеи касаемо разработки новых видов продукции. А также производится тестирование и отладка всех наших конструкторских, схемотехнических и программных решений. Следующая остановка – речной порт. Бейс, он не предполагает управление посредством GPS GLONASS. Данное устройство управляется вручную при помощи водителя. Следующая остановка – шпала табло. Такие табло установлены на основной массе новых автобусов, которые курсируют по маршрутам общественного транспорта. Программное обеспечение для умных табло тоже создается в Ярославле. После того, как он пропишет все остановки, они как раз позволят выводить текстовую информацию на табло. Далее, для автоматической работы автоинформатора необходимо установить географические зоны. Также в конфигураторе, здесь на экране можно их увидеть. Также угол входа транспортного средства и радиус геозоны. Производство полного цикла – от разработки софта до изготовления и сборки коробок проходит в этих стенах. Остановочное табло, транспортное табло. Чтобы оно говорило свою информацию, для этого существует контроллер. Здесь очень много деталей. Все ставится вручную под увеличительным стеклом или даже под микроскопом. Разработанные специалистами конструкторского бюро, системы используются не только в транспортном сегменте, но и в банковской сфере, и на автозаправках, и даже в промышленных предприятиях. И соответствуют стандартам федеральных программ «Доступная среда» и «Умный город». Все наши оборудования соответствуют программе «Доступная среда» и могут в том числе воспроизводить звуковую информацию. То есть все, что отображено на табло, можно прослушать. Достаточно большое количество перевозчиков пользуются нашим оборудованием. То есть в свое время мы более 400 бортов за раз оснастили, когда вышло постановление правительства об таком оснащении. В Ярославской области поддержке инновационных предприятий уделяется большое внимание. И это часть работы по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В частности, для этого предприятия она выражается в поисках рынков сбыта. Деятельность таких компаний сопровождает корпорация развития. Где таких проектов сопровождаются единовременно порядка 20 штук. У нас регион также активно взаимодействует с фондом содействия инноваций. И порядка 40 наших проектов в 2019 году, например, получили поддержку почти на 140 миллионов рублей оттуда. То есть это те гранты, которые заходят, которые не надо возвращать. Надо просто реализовать проект и перейти на следующий этап. Сегодня география поставок систем информирования, произведенных в столице Золотого кольца России, достаточно широка. Ярославские табло используются на остановках общественного транспорта от Санкт-Петербурга до Хабаровска. И, кстати, на территории не только нашей страны. Андрей Децель, Сергей Мазилов. День в событиях.